Мероприятия в этом Доме культуры проводятся с 1974 года. Приезжают творческие коллективы, проводятся встречи, отмечают здесь и праздники. Теперь жители села сюда будут ходить чаще, чтобы решать свои социальные вопросы. Сегодня в Доме культуры прием вели специалисты соцзащиты, пенсионного фонда, а также сотрудники отдела социального развития районной администрации. Очень удобно решать наши проблемы прямо на месте. Когда приехали, вот сегодня решается, видите, социальная служба, социальный пенсионный фонд. И все это решается своевременно. Сегодня это все положено и нужно для нашего села. Мы отдаленно, очень далеко живем. И вот это мы часто обращаемся, чтобы к нам приезжали все виды службы. Я считаю, что это очень даже необходимо. Если это будет намного чаще делаться, даже несколько раз в месяц, это очень удобно для населения. Для не только пенсионеров, но и вообще молодых, учитывая, что у всех много деток, здесь тоже у мам. Поэтому выбраться очень тяжело в другой Лазаревский район, или в Сочи, Дагамус. А тут все рядышком, под боком. В Дом культуры пришли не только взрослые, но и дети. Специально для них артисты сочинского цирка подготовили небольшую программу. Некоторым ребятам даже посчастливилось попробовать себя в роли дрессировщика королевского пуделя. Не все люди в отдаленных районах города могут себе позволить в любой момент приехать в центральную часть города для того, чтобы посмотреть цирк. Для этого мы можем привести маленькую-маленькую-маленькую программу, для того, чтобы порадовать детей, стариков, взрослых. Цирк любят все, вне зависимости от возраста. Пока детишки развлекались, взрослые помимо социальных вопросов могли решить и медицинские. Проконсультироваться в местном медпункте у специалистов узкого профиля 4-й поликлиники, онколога и невролога. Или же сделать оздоровительную гимнастику, организованную Красным Крестом. Цель и задача Красного Креста полностью совпадают с этим проектом. И мы, честно говоря, очень рады, что такой проект в Сочи у нас начал жить, поскольку уставная деятельность Красного Креста как раз и подразумевает оказание социальной помощи. Все эти мероприятия удалось реализовать благодаря появлению новой акции «Социальный Сочи». Мы решили предложить нашему населению такой вариант, чтобы это было всё вместе, одномоментно, удобно. Мы надеемся, что данный проект найдёт отклик у нашего населения. Конечно, рады будем услышать замечания, какие-то пожелания от нашего населения, что-то добавить, где-то, может, какие-то у нас будут недоработки. Мы открыты к диалогу. Планируется, что акция будет проходить в сёлах не реже двух раз в месяц. Информацию о времени и месте проведения мероприятий жители смогут получить через средства массовой информации, а также через главпоселений и советы ТОС.